В последнее время мы все чаще слышим и читаем в новостях о том, что цены каждый день бьют все новые рекорды. Команда ЕСНТВ отправилась на улицы города Сил-Ламя и поинтересовалась у жителей, почувствовали ли они своим кошельком рост цен на газ, отопление, электричество, топливо и продукты питания. Я говорю, пока не почувствовала. Как были цены, так и есть. У меня счет приходит. Если вот за этот месяц, может быть, другой будет. А до этого все такие же цены были у меня. Говорят, население стало жить чуть похуже, посложнее стало жить. Потому что все дорожает в магазинах. А что больше всего подорожало, на ваш взгляд, что вы больше всего пользуетесь, покупаете? Ну, молочные продукты, да. Самое главное молочные продукты. И рыба дорогая. Все дорого. Все дорого бабки. Ну, как сказать, процентов на пять выросло. Это сильно ударило по вашему кошельку или в принципе пока реально еще? Пока еще реально, но уже если морозы будут больше, то будет туговато. Ну, на продукты повысились цены, да. На молоко. Я смотрела на печенье. А другие товары я еще пока не покупала. А вот за коммунальные расходы за квартиру почувствовали какие-то вот рост цен? Что-то ударилось по кошельку? Ну, зима началась, поэтому я пока еще не знаю. Посмотрим. Дальше видно будет. Пока не знаю. Вот говорят, зима суровая будет, холодная. Вы готовы? Ой, нет. Этого плохо. Этого плохо. Не знаю, что делать. Да, конечно, почувствовал. Очень сильно почувствовал. А что именно? Какие виды товаров или может быть? Ну, вот сейчас ходил в магазин, посмотрел на продукты питания, поднялись цены. Да и вообще поднялись цены. На топление, на бензин, на все поднялись цены. Вот сейчас на рынок схожу, там посмотрю. Ну, не уверен, что там что-либо изменилось. Но в худшую сторону, да, изменилось. Скажите, говорят, зима будет холодная. Вы готовы к холодной зиме? Уже было. Зима холодная. Уже начало положенное. Так что ничего хорошего не жду от этой зимы. Слышали ли вы такую информацию, что правительство планирует компенсировать расходы за электричество, за счета электричества? Я не знаю вообще, откуда взялись электричество, за счета это. То есть в ноябре уже пришло договор, новый договор с ВКГ. На два с половиной раза поднимается цена на электричество. Я не знаю, откуда они берут эту цену. Не знаю даже. Представить себе не могу. Ну, не знаю, будут компенсировать, не будут. Ну, не знаю, не знаю. Но это было бы помощью для... Да, конечно, 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 конечно. Конечно, почувствовали электричество. Так выросло раза в два. Ну и так в магазинах ничего не дешевеет. Все больше и больше. Транспортом лично пользуетесь? Обязательно. Как топлива цены? Прилично стало. Цены за квартплату даже уже какие стали. Вот сколько уже? 170 в этом месяце, да, у нас за квартиру? Или больше даже? Это есть 170 за все или... Чистая квартплата. Вот это вот, ну, жировочка. Не считая света, телевизор, в общем, чисто жировка. Ну вот, если так будут цены подниматься, бедные люди в тот же минималку живут. Я думаю, они и так уже бедные. А слышали такую информацию, что компенсируют, за счет за электричество планируют компенсации делать? Вы слышали такую? Информацию-то слышали, только пока еще неизвестно, как это будет работать. Ну, будем смотреть. Узнаем, что как, чего. Пишите свое мнение в комментариях и следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.